МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Сегодня с вами Илья Рыков и Елена Краева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Сегодня в нашей программе вы увидите. Рабочая поездка. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с жителями поселка Новоивановское. Заречье Одинцова о кузнице первоклассных спортсменок в сюжете нашего корреспондента. Малиновый день. История возникновения самого сладкого праздника на Руси. 17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте открылся стадион Динамо. В этот же день состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии. Строительство стадиона стало государственной задачей. Страна готовилась к проведению всесоюзной спартакиады. Объект строили в течение двух лет. А последующие годы его постоянно расширяли. Одновременно на нем могли заниматься 2000 спортсменов. У входа на северную трибуну установили памятник советскому вратарю Льву Яшину. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в нашей следующей рубрике. 17 августа 1896 года началась золотая лихорадка на Клондайке. Первое золото нашел индейец Джинс Кукум. Когда он добрался до ближайшего города и сообщил радостную новость, практически все его обитатели ринулись искать свою золотую удачу. Лихорадка привела на запад не только золотоискателей, а также купцов и фермеров. Они способствовали строительству почтовых трактов, железных дорог, развитию техники и экономики в целом. 17 августа 46 лет назад советский ледокол «Арктика» впервые в истории достиг Северного полюса. Под командованием капитана Юрия Кучиева корабль вышел из Мурманска и взял курс к северной окраине Новой Земли. В 4 часа утра по московскому времени он достиг Центрального полярного бассейна. Это событие отметили торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР. В экспедиции приняли участие более 200 человек. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить важнейшие исследования и наблюдения, а перед отплытием с полюса спустили в воду памятную металлическую плиту. 17 августа отмечается День проснувшихся улиток. Моллюски появились на Земле около 600 миллионов лет назад. Большинство представителей вида являются травоядными, обитают у побережья Северных морей и водоемов. Улиткам издавна приписывалось сакральное значение. Наблюдение за ними – прекрасное средство борьбы с беспокойством, тревогой и стрессами современной жизни. Поэтому праздник отмечают люди во многих уголках земного шара. День проснувшихся улиток призывает людей покинуть свои раковины, распахнуть душу навстречу миру и стать ближе друг к другу. Также в этот день отмечают День любимого дивана и День рыжих котов с голубыми глазами. 17 августа 1935 года в Саратове родился советский и российский актер, режиссер Олег Табаков. В 15 лет он начал заниматься в детском драматическом театре под руководством Натальи Сухостав. Затем поступил в школу-студию МХАТ и стал одним из лучших студентов. В период обучения он проявил высокую работоспособность, стремление овладеть разными творческими приемами и методами. Олег Павлович был удостоен многих государственных наград, орденов и международных премий. С 2000 года и до конца своих дней он был художественным руководителем МХАТ имени Чехова и Московского театра-студии Табакова. Возглавлял Московскую театральную школу для одаренных детей. В этот день также родился американский актер Роберт Де Ниро и русская детская писательница Елизавета Водовозова. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с трудовым коллективом Одинцовской теплосити поселка Ново-Ивановская. Также с жителями обсудили текущие задачи и планы на будущее в сфере благоустройства. Подробности узнаете в нашем следующем сюжете. Вопросы развития территории поселка Ново-Ивановская и благоустройства дворов. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с трудовым коллективом Одинцовской теплосити, обсудил актуальные темы и подчеркнул важность исполнения обязательств. В разных аспектах, в разных отраслях они должны потребоваться осуществляться, все бюджеты исполняются, социальные обязательства бесспорно все должны и исполняются, более того, они прирастают за счет того, что появляется новый спектр у нас, появился новый спектр забот, связанные с семьями военнослужащих. Также парламентарий осмотрел детскую площадку рядом с домом 14 на улице Калинина. Здесь есть воркаут, баскетбольная площадка, зоны отдыха и игровой комплекс. По просьбе жителей в рамках губернаторской программы здесь дополнительно установят игровые элементы и безопасное покрытие. Работы планируют завершить в сентябре этого года. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Второй этап музыкального фестиваля «На одной волне» стартует в эти выходные в подмосковных парках. Мероприятия пройдут с 19 августа по 2 сентября в 25 городских округах. Гостей ждет море живого звука и заряд энергии от талантливых кавер-исполнителей. Первый этап фестиваля посетили более 4000 человек. Всего прозвучало около 2000 композиций в живом исполнении. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В Подмосковье работает служба социального такси. Маломобильные жители могут заказать транспорт с подъемником и совершить поездку как по области, так и по Москве. Специалисты службы помогут осуществить посадку, высадку пассажира, зафиксировать кресло-коляску. В случае необходимости они также окажут первую медицинскую помощь. Заказать такси можно электронно через мобильное приложение «Соцуслуги». С начала года им воспользовались более 3000 человек. В Подмосковье заплодоносила лесная ежевика. Сбор ягоды в лесу начинается с августа и продолжается до октября. Более крупная ежевика вырастает в перелесках и на открытых участках. В густых смешанных и сосновых лесах ягода более мелкая. Специалисты советуют собирать ежевику в сухую теплую погоду. В это время ягоды слаще. После дождя они напитываются влагой, становятся водянистыми, их вкус ухудшается. Ягоды готовы к сбору, если они стали черными и покрылись сизым налетом. В подмосковных лесах в ближайшие дни возрастет класс пожарной опасности. По прогнозам синоптиков, до конца недели в регионе ожидают повышение температуры до 32 градусов без осадков. В этот период запрещено использование любого открытого огня в лесах, в том числе разведения костров, розжиг мангалов, жаровин и т.д. В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить по номеру горячей линии 8 800 100 94 00 или по единому номеру 112. Женский волейбольный клуб «Заречье Одинцова» – так называемая кузница первоклассных спортсменок. Юные, талантливые и, немаловажно, высокие девушки отбираются со всей страны, чтобы оттачивать волейбольные приемы, участвовать в крупных соревнованиях и добиваться больших вершин. Мы побывали на одной из тренировок «Зареченок» и узнали об истории клуба и чем живет он сегодня. Всегда считала себя высокой, но вот здесь как-то я сомневаюсь в своем росте. Какой у вас рост, Виктория? 184. У меня 173, мне они возьмут в волейбол? Могут взять. В этом спорте рост имеет значение. Хотя Виктория начала заниматься волейболом еще маленькой девочкой. Полтора месяца назад приехала из Минска. Теперь она усердно тренируется в нашем волейбольном центре в составе команды «Заречье Одинцова». Отмечает особый подход к каждому игроку. Каждый мой индивидуальный подход. Тренер нас разделяет на какие-то группы и каждый отрабатывает, что нужно. При этом у нас есть взаимодействие командное и работа над техникой, над тактикой. Клуб с 36-летней историей. Коллектив начинал с местных турниров. Дважды брал золото чемпионата России. Шесть раз Кубок России. Выходил в финальную часть европейских соревнований. Как и тогда, сегодня новый состав команды выкладывается на поле без остатка, считает тренер. Я бы хотел отметить их трудолюбие и работоспособность. Мы работаем полтора месяца с мячами и у нас не было ни одной провальной тренировки. У нас не было ни одного провального упражнения и того задания, с которым девочки бы не справились. Сегодня это команда номер один по подготовке волейбольного резерва. Из Зареченок вышли многие заслуженные мастера спорта международного класса, сильнейшие спортсмены. И это результат упорного труда ежедневных тренировок по пять часов каждый день. В этой командной игре каждый спортсмен должен буквально чувствовать друг друга. Надо создать комфортную атмосферу, климат в команде. Это очень важно, потому что все равно, чтобы с девчонками общались между собой, чтобы был всегда контакт и именно доброжелательная атмосфера. Это во многом зависит от капитана. Дарья Рысева вернулась в Заречье спустя пять лет. Теперь полученные навыки и опыт применяет на площадке. Понимает ответственно не только за родную команду. Очень важно не подводить болельщиков. Поддержку у болельщиков всегда слышно. Это как седьмой игрок получается. Они не просто так приходят к нам на игры, а смотреть на нас, на нашу игру, на нашу команду. Тем более она нас обновленная. Поэтому мы постараемся сделать все возможное, что в наших силах, руках. Чтобы руки были сильными, подачи точными, а прыжки высокими, они неустанно отрабатывают различные элементы. Для этого тренер подбирает индивидуальные методики под каждого игрока. Ведь рост в волейболе хоть и имеет значение, но еще важна и тактика, и сила, и выносливость, и скорость. В связи с теплой погодой в столице купальный сезон будет длиться дольше обычного. Это существенно зависит от минимальных температур. В ближайшие ночи они будут не слишком высокими. К выходным температура водоемов может чуть понизиться до 20-21 градуса. Но такая вода считается комфортной для купания. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. В 2023 году Северный речной вокзал уже посетили более миллиона человек. После обновления объект стал одним из самых красивых и посещаемых мест в столице. Здесь приятно гулять, можно взять на прокат велосипед или самокат, а также отправиться в путешествие на теплоходе до крупных городов России. В рамках проекта «На районе» для москвичей и гостей столицы пройдет серия открытых мастер-классов и турниров по различным видам уличного спорта. В их число войдут танцы, рэп-фристайл, мини-футбол, брейкинг, единоборство и другие. Это возможность проработать стиль, музыкальность, формы, технику, базовые элементы и оригинальность. Более подробную информацию о проекте «На районе» и будущих мероприятиях можно найти в телеграм-канале. 14 московских семей, в которых родились и воспитываются 106 детей, в этом году получили почетный знак «Родительская слава». Его вручают родителям или усыновителям, которые постоянно проживают в столице не меньше 10 лет, состоят в официальном браке и воспитывают 5 или более детей. При этом получить знак отличия можно только по достижении пятым ребенком возраста 5 лет. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Малиновый день. История возникновения самого сладкого праздника на Руси. Мы вместе, сотрудники Первой Одинцовской библиотеки, рассказали юным воспитанникам о народах мира. Про людей. Директор Одинцовской школы «Надежда» Ксения Махнач рассказала, почему считает свою профессию делом всей жизни. Еще на Руси было принято отмечать так называемый «малинник» – День почитания малины. А с 2015 в середине августа был утвержден самый сладкий праздник – День малинового варенья. Мы узнали, почему этой ягоде уделяется такое большое значение, и научились варить малиновое варенье. Самый тяжело больной. О, больной. Самый тяжело больной. Милей человек. Ну, как? Там еще осталось немножечко варенья. Нет, варенья нет. Что, нет совсем варенья? Нет. От такого лакомства сложно удержаться. А в 2015 году на радость сладкоежкам малиновому варенью выделили целый праздник, который отмечается 16 августа. И это неспроста. Испокон веков им лечили отряда тяжелых недугов. Ацетил какой-то там, салицин содержится. Как бы при простуде пьет, да, чтобы пот пошел, погоняется, значит. Вот. Поэтому и считается она такая. В эти дни на прилавках нашего рынка ягоды на любой вкус. Из Белоруссии, Подмосковья, Владимирской области и даже из Крыма. На рынке мы нашли даже вот такую крымскую малину. Она очень ароматная, большая. И, как говорят продавцы, ее выращивают в специальных питомниках. Однако никакая искусственно выращенная ягода не сравнится с лесной малиной, уверяют знающие садоводы. Несмотря на то, что в дикой культуре ягоды мельче, они намного полезнее. Она не только слаще, в ней витаминов больше. И она от всех болезней. У нее запах, аромат, не знаю, какой идет, аж за километр слышно. А наша садовая малина, ну, она так вот для детей просто, чтобы никуда не ходить. Как говорится, нарвал, в рот накидал, наелся и все. А вот секреты изготовления полезного лакомства у каждого свои. Они зависят от сорта ягоды и вкусовых предпочтений. Надежда выращивает позднюю ремонтантную. Я ее проворачиваю сахаром, потому что в ней все-таки крупное зернышко. Когда ешь, оно ощущается во рту. А когда сахаром провернешь, то то, что надо. Главное – долго не кипятить, чтобы в варенье осталось как можно больше полезных свойств. Разведав рецепты, мы решили тоже сделать заготовку на зиму. Купили малину, пойдем варить варенье. Ягоду с рынка необходимо обязательно промыть, очистить от листьев. Засыпаем сахаром один к одному, толчем и ставим на огонь. Варим варенье, постоянно помешивая, около пяти минут, не доводя его до кипения. И полезное лакомство готово. В простерилизованных банках оно может храниться в прохладном месте три года. А для тех, кто не любит сладкое, ягоду можно просто заморозить. Добавлять зимой в чай, и тогда любые болезни не страшны. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представили уникальные гусеничные вездеходы «Пластун». Они предназначены для передвижения по любому бездорожью. Вездеходы могут преодолевать препятствия высотой более полуметра, водные преграды и 40-градусные подъемы. О других событиях в нашей следующей рубрике. Доходный дом Алюшинского на Большом проспекте в Санкт-Петербурге получил статус объекта культурного наследия регионального значения и включен в единый государственный реестр. Здание в стиле модерн спроектировано в 1910 году. Третий этаж, который занимал почетный гражданин города Алюшинский, сильно пострадал из-за пожара в 2010-м. Сохранившуюся уникальную печь из их квартиры передали в Меньшиковский дворец. В настоящее время здание является жилым домом. Национальный драматический театр России поставит в Китае спектакль «Евгений Онегин на двух языках». Сейчас ведутся переговоры с пекинской национальной оперной компанией. Предположительно, зритель увидит его в 2024 году. Чем будет отличаться китайское прочтение Евгения Онегина, еще неизвестно, но спрос у зрителя Поднебесной на российскую классику есть уже сейчас. В течение пяти лет школы России перейдут на обновленные государственные учебники. Их подготовят до конца 2025 года. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. В первую очередь перемены коснутся пособий по истории для 5-9 классов. По словам специалистов, это поспособствует развенчиванию фейков и ложных сведений из сети. В них добавятся имена современных героев, актуальные карты и другие события из новейшей истории России. В Одинцовском детском саду номер 79 прошло мероприятие «Мы вместе». Сотрудники первой библиотеки рассказали юным воспитанникам о народах мира. Дети узнали характерные особенности разных национальностей, приняли участие в конкурсах, познавательных играх и танцах. Подробнее в нашем сюжете. Люди из других стран и континентов имеют разную культуру, внешность и традиции. Сегодня методисты первой Одинцовской библиотеки рассказали воспитанникам детского сада о трех народностях – русских, индейцах и населении республики Коми. Сегодня у нас такое мероприятие, посвященное межнациональным отношениям. В наше время это сейчас очень важная тема, актуальная. Индейцы – общее название коренных народов Америки. На территории центральной и южной части существовало порядка 400 племен. Они занимались охотой и земледелием. Их отличает особый боевой клич. Для малышей устроили веселый конкурс, где, разбившись на пары, они изображали наездников. Для детей игра – это средство познания окружающего мира и самая доступная форма деятельности. Теперь они с легкостью могут ответить, кто жил в вигвамах и носил перья орла на голове. Узнал, что индейцы носили шалаши делали сами. И еще мне запомнилось, как мы катались на лошадках. Подобные мероприятия не только помогают детям открывать мир вокруг, но и учат дружбе, любви и терпимости. Карина Яряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Директор Одинцовской школы «Надежда» Ксения Махнач сегодня активно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. Она любит дело всей своей жизни, и эта любовь взаимна. О работе и новых проектах Ксении расскажем в рубрике про людей. Директор Одинцовской школы «Надежда» Ксения Махнач с детства мечтала стать учителем истории. Но жизненные обстоятельства сложились так, что образование и работа оказались далеки от планов маленькой Ксюши. Все изменилось после рождения детей. Потом случился Саша. То есть у меня родились двойняшки, один из которых, к сожалению, в последующем получил диагноз аутизм. И мне пришлось полностью поменять всю свою жизнь. Я получила диплом дефектолога и очень-очень много различных образований, связанных с детьми, с особенностями развития. Совместность с сестрой Ксения основала НКО, который помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке управления образованием открыла ресурсный класс в Лесногородской школе. Сейчас она очень перспективный, один из самых лучших в России, именно ресурсный класс по детям с аутизмом. Это проект главы и управления образованием. Там мы занимаемся детьми с особенностями развития, конкретно с аутизмом. В классе обучается шесть детей. Это инклюзивный специализированный проект. В нем используется прикладной анализ поведения, которого нигде в Одинцове больше нет. Позже Ксении предложили стать новым директором школы «Надежда». Образовательное учреждение было открыто еще в 1998 году. Сначала она была с нескольких кабинетов. Это были просто классы в квартирах. То есть это было несколько квартир в обычном доме. Потом появилось это здание. Потом у нас появилась Можайское шоссе, это где Гребневская церковь. Потом у нас появилась Насколково. Вот в школе флагман целый, получается, там рекреация. Здесь обучаются абсолютно разные дети, но все они одинаково любят Ксению Сергеевну. Знают, что в любое время можно прийти к ней и поесть вкусных конфет. В ее кабинете много грамот, благодарственных писем, детских рисунков и подарков. У нас есть совершенно потрясающие ребята, которые поступили в МГУ, на геофак. Есть ребята, которые трудоустроились. Есть ребята, которые продолжают свое образование сейчас. Ксения живет работой. Есть домашние заботы, на которые не всегда хватает времени. Но у нее есть поддержка, любимая семья. Сейчас все силы бросил на новый проект. Планирует получить еще одно образование. Руководит тремя корпусами школы «Надежда». И это еще не все перемены, которые ждут впереди. У нас очень большая радость и счастье. В ближайшее время мы должны переехать в новый корпус. У нашей школы будет свое собственное здание, которое полностью под нас, с доступной средой, с лифтами, с продуманными кабинетами. Это то, чего мы очень ждем. У нас очень большие планы. Несмотря на то, что жизнь Ксении круто изменилась после рождения детей, сейчас она по-настоящему любит свою работу и не мыслит своей жизни без нее. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В Японии инженеры изобрели вертикальную капсулу, где офисные работники могут спать стоя. Разработка получила название «Жираф». Своей формой она напоминает шкаф или телефонную будку. Внутри содержатся специальные платформы, которые поддерживают вес тела и блокируют шумы. В капсуле есть вентиляция, огнетушитель и крючки для одежды. При этом потолок снимается, чтобы во время отдыха дышать естественным воздухом. О других событиях в мире – нашей следующей рубрике. Четверо австралийцев провели в океане 36 часов после кораблекрушения и выжили. Во время плавания две лодки попали в шторм. Одна группа нашла безопасное место, а вторая пропала при попытке достичь места назначения. После поисков спасателям и волонтерам удалось найти трех серферов и одного члена экипажа. Они плавали в океане на досках и ожидали помощи. Еще одного австралийца нашли спустя 90 минут. В Японии прошел необычный турнир по поеданию арбузов. В нем участвовали капибары из пяти японских зоопарков. Каждому грызуну дали 500 грамм ягоды. Затем сотрудники включили видеозапись и засекли время. В этом году победительницей стала самка Люффа из зоопарка Сайтамы. Она расправилась с лакомством за 89 секунд. Спортсмен из Египта установил рекорд Гиннесса. Он подтянулся на турнике 161 раз за час. После потери ноги мужчина стал профессионально заниматься спортом, чтобы улучшить свое психическое и физическое состояние. При этом никогда не ставил цели добиться рекордов. Достичь успеха ему помогли ежедневные тренировки и поддержка близких. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет солнечно. Днем 26-28 градусов тепла. Ночью 17-19. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Мы желаем вам хорошего дня и всего самого лучшего. Это утро провели с вами Елена Краева и Илья Рыков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова